И снова здрасте, небольшое продолжение про мои часы с КМИ, с водозащитой 50М. Я предполагал, что предыдущее видео вызовет, ну пусть не множество, но будут комментарии типа у меня такие часы, либо подобные, с такой водозащитой и все в порядке. Я подозревал, что такие комментарии будут и они естественно были. Вернее, есть. Ну и поэтому, наверное, решу, решу, не решу, а решил снять продолжение и дело рассказать, почему же все-таки они протекли. Ну, я думаю, что из-за этого. Дело все-таки, скорее всего, не в часах, а во мне. Один внимательный зритель увидел, что у часов нет заводной головки. И сам я это увидел только когда снимал предыдущее видео. А заводной головки нет по той причине, что в выходные мы перекрывали крышу на даче андулином. И часы я ношу на правой руке. В этих я, естественно, не захотел колотить, а дел эти, просто потому что мне их не жалко. Многие опять же скажут, надо было одеть на левую руку. Да, надо было, но я решил испытать эти часы. Опять же, дизлайков, скорее всего, я словлю еще больше, чем в прошлом видео. За то, что я, можно сказать, сознательно убил часы. Но вот в этих часах весь день я колотил правой рукой с этими часами молотком по гвоздям. То есть, ну, забил, не знаю, порядка там 500 гвоздей. На каждый гвоздь, ну, бывало по-разному. От 5 до 10, а то и 15 ударов. И вот сами можете посчитать, сколько, какую нагрузку они выдержали. И я не заметил, когда отвалилась горловка. То ли во время плавания, но я предполагаю, что, скорее всего, во время работы молотком. И, скорее всего, так как головка отвалилась, ну, часы еще работали какое-то время. А когда я в них искупался, то в это вот отверстие, незащищенное головкой, уже преспокойно затекла вода. Поэтому, скорее всего, дело не в часах, а во мне. И то, что я сам почти сознательно уничтожил эти часы. И еще такое небольшое размышление, и, может быть, рекомендация. То есть, если вы покупаете недорогие китайские часы, ну, за 5-10 долларов, 7-8 долларов они сейчас стоят. Иногда 15. То все-таки лучше покупайте часы без стрелок, чтобы не было заводной головки. Так как это дополнительное отверстие, и через него вода может все-таки проникать. И желательно, чтобы вот эти вот кнопочки, где фокус, выступали не так сильно. Что такое? Вот эти боковые кнопки, чтобы они выступали не так сильно. Желательно, чтобы они были, ну, более утоплены, и там была какая-то герметизация. Заметная или, может быть, незаметная. Вот такие мои мысли. Если хотите, ставьте дизлайки. Но зато я испытал свои часы. Об этом, естественно, не жалею. Буду заказывать снова китайские часы. Но уже, скорее всего, еще не решил. Может быть, чуть-чуть подороже. С нормальной водозащитой. А может быть, и что-то подобное, но уже без стрелок и без заводной головки. Спасибо за внимание, и пока.